Всем привет! Вы на канале Девайс и сегодня я расскажу о 7 лучших ноутбуках в ценовой категории до 100 тысяч рублей, актуальных на начало 2021 года. В таком бюджете можно подобрать отличные варианты как для работы или учебы, так и для развлечений, включая требовательные игры. Будет интересно, так что смотрите видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы не пропустить уведомления о новых материалах. Ссылки на все разобранные мобильные ПК по разумным ценам вы сможете найти в описании. Поехали! Начну с моделей для работы и учебы. Asus ZenBook, предлагаемый мной для данного топа версии, это невероятно тонкий легкий 13-дюймовый ноутбук, обладающий при этом мощным железом и емким аккумулятором. Четырехъядерный восьмипоточный процессор Intel Core i7-1065G7, 16 гигов оперативки на 3,2 гигагерца, быстрый терабайтный SSD, поддержка современных версий Wi-Fi и Bluetooth, жаль только не завезли миниджек для наушников. Впрочем, это чуть ли не единственный недостаток модели, выглядит она современно и по-деловому, собрана качественно, долго работает на одном заряде и очень быстро заряжается, не тормозит ни в каких целевых сценариях использования. Положительно отзываются обзорщики и покупатели и о клавиатуре, несмотря на компактность устройства, она довольно удобная и при необходимости подсвечивается. Шикарный вариант для поездок и командировок, да и для повседневного использования тоже, если для вас не критично отсутствие разъема 3,5. Второй мобильный ПК в сегодняшней подборке тоже довольно тонкий и компактный, но все-таки заметно массивнее первого. Зато центральный процессор у Lenovo Yoga Slim 7 тоже гораздо мощнее, Intel Core i7-1165G7 как и 1065G7 обладает четырьмя ядрами и восемью потоками, но при необходимости может работать на значительно более высоких частотах. Остальные комплектующие во многом схожи с Asus ZenBook, 16 гигов быстрой оперативной памяти и терабайтный твердотельный накопитель. По разъемам и интерфейсам также все отлично, инженеры и дизайнеры Lenovo не стали повторять непонятный шаг своих коллег из Asus и оставили миниджек на своем месте. Если добавить ко всему этому отличный Full HD IPS дисплей и достойное время автономной работы в совокупности с быстрой зарядкой, становится очевидно, что решение на ура подходит как для офисной, так и для удаленной работы. Сгодится оно и для поездок, хотя полтора килограмма все-таки многовато для частой ручной переноски. Дальше на очереди игровые лэптопы и первым из них будет MSI Gaming GL75 Leopard в одной из своих многочисленных модификаций. Мощнейший шестиядерный 12-поточный Intel Core i7-10750H, неплохая для разрешения Full HD видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660Ti с 6 гигабайтами видеопамяти, 512 гиговый SSD и всего 8 гигов оперативки. Конфигурация, конечно, не совсем сбалансированная, но ничто не мешает вам установить еще один модуль памяти, чтобы это поправить. Кстати, устройство MSI получилось не только эффективным для целевых сценариев использования, то есть для игр, но и эффектным. Поклавишная RGB-подсветка мало кого оставит равнодушным. Не стоит забывать и про 17-дюймовый IPS-дисплей с повышенной частотой обновления. Самое то для сессионных онлайн и киберспортивных игр, во многих из которых лэптоп легко выдаст за 100, а то и за 140 фпс. В проектах средней требовательности, в свою очередь, вы можете рассчитывать на 60 плюс кадров в секунду на высоких или даже максимальных настройках, а вот в сверхтребовательных вроде Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2 для комфортного гейминга придется ставить средние. Линейка геймерских мобильных ПК Lenovo Legion хорошо знакома пользователям, увлекающимся играми. Часто при достаточно адекватной с учетом рыночных условий цене, китайская компания предлагает неплохие характеристики. Модель 5P15 иллюстрирует этот тезис. Шестиядерный AMD Ryzen 5 4600H 16 гигабайт скоростной оперативной памяти, RTX 2060 и, что важно, классный Full HD IPS-дисплей на 144 Гц. Разъемов также хватит даже самым требовательным юзерам. Получится одновременно подключить и клавиатуру, и мышь, и USB-накопитель, и наушники, смартфон, если вдруг такое потребуется. Из дополнительных преимуществ нельзя не отметить поддержку Wi-Fi AX, а также подсветку клавиатуры и достаточно емкий аккумулятор, позволяющий не сдерживать неуемное желание играть, если на несколько часов отключат электричество. HP Omen 17 – массивный игровой лэптоп с футуристическим дизайном и продуманной системой охлаждения, сочетающий в себе 4-ядерный проц Intel Core i5-10300H, графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 гигабайтами видеопамяти, 16 гигов оперативки и полутерабайтный твердотельный накопитель. За вывод изображения отвечает 17-дюймовый Full HD IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц, а за автономную работу – емкая аккумуляторная батарея, хотя на особо долгое время работы без доступа к розетке рассчитывать все равно не стоит. Баланс в устройстве явно смещен в сторону производительности, а не энергоэффективности. Особо отмечу продвинутый набор разъемов и интерфейсов – здесь не только USB Type-C, но и мини-дисплей порт, и кард-ридер, и шестое поколение Wi-Fi, и Bluetooth 5-й версии. В общем, у HP вышел отличный игровой ноутбук, но перемещать его удобно только в пределах квартиры или дома, ну либо возить на личном транспорте. Модель отличается серьезными габаритами и весом. Asus TUF Gaming K15 невероятно стильно выглядящий, благодаря сочетанию черной окраски и RGB-подсветки клавиатуры и игровой ноутбук, обладающий к тому же сверхъемким аккумулятором и достаточно мощным железом. Судите сами, 16-поточный 8-ядерник AMD Ryzen 7 4800H, потенциала которого хватит на много лет, 16 гигабайт оперативки и RTX 2060. Видеокарта, конечно, не самая новая, но для разрешения Full HD все еще актуальная. За хранение данных отвечает быстрый SSD на 512 гигабайт, а за вывод изображения 15-дюймовый 144-герцевый IPS-экран с народным разрешением 1920х1080 пикселей. Традиционно для Asus качественный, без серьезных засветов и неравномерности подсветки с низким input-лагом. Отмечу также, что рассматриваемый лэптоп заметно менее громоздкий, чем предыдущий, причем не только из-за диагонали экрана, и при этом все равно хорошо охлаждается благодаря грамотно расположенным радиаторам, тепловым трубкам и вентиляторам. Клавиатура тоже очень удобная по меркам ноутбуков, так что подключать полноразмерный вариант по USB не понадобится. Завершает подборку лучших ноутбуков в ценовом диапазоне до 100 тысяч рублей еще один заслуживающий внимания игровой лэптоп из серии HP Omen. Он не обладает дисплеем с увеличенной частотой обновления, зато в остальном хорош не меньше, чем предыдущие решения. Шестиядерный Intel Core i7-10750H, 16 гигов оперативки, RTX 2060 и скоростной твердотельный накопитель. Помимо этого, модель HP достаточно строго выглядит, чтобы быть уместной на столе не только геймера, но и руководителя, программиста или офисного сотрудника. По разъемам и интерфейсам все отлично, придраться не к чему. Емкость аккумулятора тоже неплохая, хотя и несколько уступает решениям от Asus и Lenovo. Если у устройства и есть недостатки, то это марки и корпус, и шумная работа вентиляторов при высокой нагрузке. Но обе эти проблемы касаются почти всех игровых ноутбуков. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал девайса и кликните по колокольчику, чтобы не пропустить уведомления о новых материалах. Оставайтесь с нами, скоро будет еще интереснее. Ссылки на все разобранные модели по адекватным ценам вы сможете найти в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok